Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим суп со старым салом. Куриный суп со старым салом. Вот так будет правильно. Этот рецепт мне прислал Евгений Юров на конкурс. И, соответственно, Евгений Юров получит приз в специи шеф-шаров. Для этого супа нам потребуется старое сало. Небольшой кусочек. Большой не нужно, потому что кастрюля будет не очень большая. И, соответственно, излишний запах старого сала будет слишком интенсивный, а нужно, чтобы был такой общий аромат. Привыкли мы, что старое сало используется в украинском борще, вообще в борщах. Но, видите, мне этот и понравился рецепт тем, что он необычный, что в обыкновенный куриный суп добавляется старое сало. Причем таким очень интересным оригинальным способом. Еще нам потребуется два больших окорочка и, соответственно, куриный бульон, который стоит у меня на плите. Несколько больших картошин. Ну, штук вот три больших и две средних. Одна луковица потребуется вот такая. Сейчас она прямо первая пойдет. Потребуется пучок, хороший пучок укропа. Дробленый перец шеф-шаров. Вот в этой баночке знаменитой, которая практически не кончается. Она надолго ее хватает. Несколько чесночин. Ну и бульон, как я сказал, я немножко отлил его сюда, для того, чтобы перетирать старое сало вместе с луком. Это можно сделать прямо толкушкой как-то, в ступке можно сделать. Я не буду париться особо и возьму, да и перемешаю все в миксере. Все, погнали. Итак, старое сало в миксер, чеснок в миксер, лук разрезаем там на 4, там 5, 6 долек и тоже в миксер. И добавляем небольшое количество бульона. Ну, чтобы каша получилась, в общем. Хоп. Все, нарезаем чеснок. Можно даже, кстати, дробленый перец туда добавить. Вот так вот. Что-то я тут это, немножко тормознул. Буквально по вкусу. Он уж больше-то не передробится, но перемешается. Тоже приятно. И к плите. Все, погнали. Так, кипит бульон. Закладываем нашу картошечку. Мне почему-то захотелось ее порезать прямо крупно. Я потом достану пару штук, тройку, и сделаю пюре, чтобы загустить немножко суп, чтобы он был такой, ах, понажористый. Так, дорогие друзья, все. Почти до середины сварилась картошка, уже кипит активно. Я выкладываю нашу... Я перебрал курицу, вытащил оттуда, естественно, все кости, только филешечку. Все, посмотрите. Ну, вообще, бомба. Курицы, конечно, много, чтобы он был повкуснее. И выкладываю нашу вот эту кашу. Чесночно-сальную и луковую. Ну, вот я вымыл, уж миксер вымыл, так сказать, и доливаю до нужного количества. И выкладываю я укроп. Варим до готовности картошки. И, я думаю, осталось минут 10-15. Так, ну вот, картошка сварилась. Я выкладываю, ну, несколько штук прямо выложу. У меня есть такая толкушка бабушкина, которую дедушка давным-давно сделал. Вот она мне для таких вот съемочных, торжественных случаев. Я в обычной жизни ей не пользуюсь, берегу. А уж для съемки я, конечно, ее по вам похвастаюсь. Я ее помню как себя. Столько же времени. А такая вся, вот, смотри, треснутая. Посмотри, Слав, покажи. И вот так. Итак, все. Все готово. Обязательно картошечки нужно взять целой. Пошли. Прежде чем подвести итог и попробовать наш суп, я хочу вам рассказать о том, что мы выпускаем набор специй. 10 видов разных. В каждый входят самые распространенные специи, которые постоянно в быту, которые постоянно требуются. И нам удалось за счет того, что этот набор снизит стоимость каждой банки в отдельности. В каждом наборе 4 банки. Но так как комиссия ниже, доставка и хранение меньше. Поэтому мы решили, что это будет очень выгодное предложение. Купить можно по ссылке в описании на 4 самых главных супермаркетах страны. Интернет-магазинах страны. Значит, также я вас прошу поставить лайк и подписаться, если вы смотрите без подписки. Хочу сказать, что объявляю также, ну, как бы конкурс, бессрочный конкурс, пока он не заканчивается. Если вы мне в любом комментарии напишите рецепт супа, а если вы вдруг не знаете этот рецепт, а просто есть у этого супа яркое название, яркое название, пожалуйста, напишите. И если я его выберу, ну, то есть, вдруг его у меня нет, и выбор упадет как раз на ваш вариант, то я вам дам, прислю вот такой вот наборчик, один из наборчиков. Пожалуйста, участвуйте, присылайте свои варианты. Нужны супы, национальные супы, региональные супы, какие-то местные, какие-то ваши специфические рецепты. Поэтому, где бы вы ни находились, хоть из Аргентины присылайте. Поэтому все, давайте пробовать. Это как раз один из тех супов, которые вот мы получили в комментариях. Картошечку сначала. Ребята, сразу могу сказать, потрясающий аромат укропа и сала в сочетании. Ребята, ну, реально не остановиться. Но спасибо Евгению Юрову, отзовитесь. И, дорогие подписчики, давайте тоже принимайте участие. У меня, конечно, есть рецепт. У меня много энциклопедий. Я недавно купил потрясающую энциклопедию из 16 томов Ларус. У меня много книг. И есть рецепты. Я просто хочу, чтобы вы тоже принимали участие. Это был общий наш проект. Все. Спасибо вам за внимание. Держитесь. До приятного. До приятного.